Одна из стран, участниц нормандского формата, от которой к тому же зависит наш безвест, Франция, сегодня избирает президента. Первый тур проходит в условиях повышенных мер безопасности и главная интрига, будет ли второй и кто пройдет. Подробнее Елена Зорина, она в Париже. Кто станет новым хозяином Елисейского дворца? Этим вопросом сегодня, пожалуй, не задается, разве что ленивый. 11 кандидатов и впервые без действующего президента, с большим количеством неопределившихся избирателей и в условиях чрезвычайных мер безопасности. Елисейский дворец под более чем пристальным вниманием правоохранителей, да и во всей стране, сегодня на ушах и полиция, и армия. 50 тысяч стражей порядка, 7 тысяч солдат охраняют спокойствие французов. Такие меры безопасности из-за недавнего теракта здесь, в самом центре Парижа, на Елисейских полях. К месту, где мужчина застрелил полицейского и ранил троих, люди до сих пор несут цветы. Муж, я и две наши маленькие собачки приехали сюда в отпуск из Лос-Анджелеса. Мы услышали о теракте, когда находились в квартире и были шокированы. Это слишком. До сих пор не могу успокоиться. Что касается выборов, то я не знаю никого, кто бы мог изменить ситуацию с терроризмом в мире. Ни либералы, ни консерваторы, ни левые, ни правые, ни центристы. В целях безопасности на некоторых участках в Париже даже снимать журналистам не разрешают. Но без эксцессов все же не обошлось. На востоке страны людей прямо во время голосования пришлось эвакуировать. Рядом с участком обнаружили машину с подозрительными номерами и включенным двигателем. Впоследствии оказалось авто краденое, но взрывчатку в нем не нашли. И вскоре участок открыли снова. Впоследствии были приняты все меры безопасности. И я также выражаю благодарность коммунам, которые присоединились к необходимости быть бдительными и предоставить французам все условия, позволяющие им осуществить основополагающее право выбрать свое будущее. Национальная безопасность – то, о чем говорили во время гонки и кандидаты в президенты, а еще о членстве в ЕС и мигрантах. На этих выборах фаворитов четвероцентрист Эммануэль Макрон, лидер ультраправых Марин Лепен, кандидат от республиканцев Франсуа Фион и леврадикал Жан-Люк Меланшон. Все они проголосовали сегодня одними из первых. Кто-то с селфи на избирательном участке, кто-то опускал бюллетень под восторженные возгласы сторонников. Среди лидеров двое противников ЕС и только один не пророссийски настроенный. Несмотря на открытые участки, французы все еще сомневаются, за кого отдать голос. Среди избирателей, по данным последних соцопросов, почти треть неопределившихся. Но вот официальный Брюссель, похоже, свою ставку уже сделал. Во Франции наиболее проевропейским и, наверное, самым безопасным с точки зрения польских интересов является Эммануэль Макрон. Мой коллега из европейской семьи и многолетний друг Фион. Может, чуть более евроскептичен, но также безопасен с точки зрения Европы и Польши. Второй тур будет, уверены избиратели. Вряд ли кто-то из кандидатов наберет сразу больше 50% голосов. Но кто из них станет главными соперниками, интрига пока сохраняется. Я надеюсь, Мари Ли Пен не пройдет во второй тур. Думаю, соперничать будут Фион и Макрон. И Меланшон, надеюсь, тоже не пройдет во второй тур. Я не голосовал, потому что до сих пор не выбрал за кого. Возможно, буду во время второго тура. А пока подожду. Надеюсь, там будут соперничать Меланшон и Ли Пен. Я до сих пор не понимаю, будет ли второй тур, но думаю, будет. Многие люди не пришли на участки. Сегодняшняя ночь все же покажет. Как вы думаете, кто пройдет? Думаю, Макрон или Пен. Один из прогнозов этого голосования, низкая явка, не оправдался. К обеду на избирательные участки пришли почти треть французов. Показатель выше, чем во время прошлых президентских. На некоторых участках даже выстраивались очереди. Из Франции Елена Зурина, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова